Глава 17. Праздники. В широком смысле еврейское слово «хаг» означает «любой красный в кавычках день календаря». В более узком смысле оно используется для обозначения дат, которые в еврейской традиции также называются «йомим тувим» — «хорошие дни», священные дни, соблюдение которых предписано Торой. Вот эти даты. Рошашана, Йом-Кипур, Суккот, Шми-Ацерет, Симхат-Тора, Песах и Шавот. Еще одна группа праздников, отличающихся прежде всего изменениями в тексте молитв и некоторыми специфическими практиками, — это памятные даты, установленные мудрецами. У каждого еврейского праздника из первой категории есть свои законы и обычаи. Вместе с тем у них есть несколько общих характеристик. В эти дни запрещено делать то, что Тора называет «ремеслом» — «млех» — это «вода», в отличие от «субботы», когда, как мы помним, запрещена работа, а вот да. Отношение к нарушению этих запретов разное. В то время, как осквернение субботы и чуть в меньшей степени Йом-Кипура считается тягчайшим смертельным грехом, к осквернению праздников еврейский закон относится не так сурово. Впрочем, эта разница была практически уничтожена рядом устражений, принятых мудрецами с целью подчеркнуть важность и святость еврейских праздников. Наиболее явная разница между праздником и субботой заключается в том, что в праздник разрешено делать «работу для пропитания души» — «млехет охель нефеш». Проще говоря, готовить. На практике еврейский закон разрешает лишь последние стадии приготовления. Нельзя, например, зажигать огонь, срывать фрукты или перемалывать зерно в муку. Однако можно печь, варить и совершать другие действия, необходимые для приготовления кушаний. При этом любая работа разрешена в праздник лишь до тех пор, пока ее результатами пользуются в тот же день, а не позже. Поэтому, скажем, нельзя приготовить в праздник обед на всю неделю. Случай, когда сразу после праздника наступает суббота, мы рассмотрим ниже, когда будем говорить об Ируф Тавшилим. Следует отметить, что праздничное использование огня также связано с рядом ограничений. Огнем разрешено пользоваться в любых целях, включая курение. Однако огонь можно перенести только от другого огня. Зажечь новое пламя нельзя. Поэтому в праздники запрещено пользоваться спичками или зажигалками. Поэтому, если мы собираемся пользоваться в празднике огнем, нужно позаботиться о том, чтобы он горел уже до начала праздника. Сноска. Обычно зажигают специальную свечу, которой хватает на сутки или двое, или одну из горелок на плите. Конец сноски. Кроме того, в праздники, как и в субботу, запрещено угасить пламя любыми способами. Еще одним действием, запрещенным в субботу, но разрешенным в праздники, является перенос вещей из одного владения в другое. Поэтому в праздник можно вынести из дома на улицу любой предмет, которым можно пользоваться в празднике. Запрет покидать субботний предел, впрочем, остается в силе. Аналогичным образом, законы мукция предметов, которые запрещено брать в руки, поскольку их обычное использование связано с запрещенными работами, действует в праздники так же, как в субботу, за исключением предметов, которыми в праздники, в отличие от субботы, можно пользоваться и, соответственно, брать в руки. Поэтому кухонные принадлежности в праздники трогать можно, а в субботу нет. Никакие другие инструменты, однако, брать в руки нельзя, за исключением особых обстоятельств, когда это можно делать и в субботу. Этот закон касается инструментов, используемых для тонкой работы, товаров, сырых продуктов, не предназначенных заранее для использования в праздник и, разумеется, денег. Праздники отличаются от субботы не только ограничениями, но и своим внутренним содержанием. Суббота — это прежде всего день покоя, предназначенный для того, чтобы наслаждаться им и почувствовать связь между народом Израиля и Всевышним. Его любовь даруется Израилю безвозмездно. О том, что это именно дар, свидетельствуют субботние молитвы, в которых многократно повторяется с любовью. Суббота подчеркивает завет и единство между народом Израиля и Творцом. Праздники, напротив, являются по своей сути памятными днями. Они обращены в прошлое и установлены в память о тех или иных событиях еврейской истории. Кроме того, праздником в большей степени, чем субботе, присущ элемент радости — симха. Это слово постоянно звучит в праздничных молитвах и благословениях, а многие предписания, касающиеся этих дней, призваны усилить чувство радости. В Торе с идеей радости и заповедью «И веселись в твой праздник» Дворим 16.14 Связано несколько вещей. Когда существовал храм, три праздника — Песах, Шавот и Сукот — были временем паломничества и веселья в Иерусалиме. Однако требование веселиться в эти три дня осталось в силе и после разрушения храма и прекращения обязательных паломничеств. Насколько это возможно, мы стараемся переодеться в праздничные одежды, даже более нарядные, чем в субботу, купить в честь праздника подарки для членов семьи. Новая одежда, украшения, игрушки для детей, все это в каком-то смысле является частью праздничного веселья и подходит для всех еврейских праздников. Кроме того, в эти дни еврей должен позаботиться о том, чтобы радовать тех, кому в жизни повезло меньше, чем ему самому — бедняков, сирот, вдов и других. Иными словами, нужно не только самому отметить праздник, но и способствовать тому, чтобы это смогли сделать и они, дав им денег или лучше всего, пригласив их к себе на праздничную трапезу. Вечером, накануне праздника, как и накануне субботы, зажигают свечи. В разных общинах и семьях придерживаются разных обычаев. Одни женщины зажигают свечи до захода солнца, другие — непосредственно перед кедушем, поскольку в праздник можно переносить огонь, это не запрещено. Перед началом трапезы произносят специальный кедуш, включающий благословение Шаэгияну, который дал нам дожить, в котором мы благодарим Творца за то, что Он дал нам дожить до этого радостного дня. Как и в субботу, в празднике произносят не три, а четыре молитвы — вечернюю — Маариф, утреннюю — Шахарит, добавочную — Мусаф и послеполуденную — Минха. Сразу после утренней молитвы читают Галель, подбор ухвалебных псалмов, а также специальные праздничные отрывки из Пятикнижа. Во многих общинах принято заканчивать праздничное богослужение поскорее, чтобы осталось больше времени насладиться праздником. На исходе праздника, так же, как и на исходе субботы, произносят «Гавдалу», однако в сокращенном варианте, без благословения на огонь, поскольку им можно было пользоваться весь праздник и благовоний. Сноска На исходе субботы мы нюхаем благовония, чтобы удовольствием поддержать свою душу после того, как ее покинула вторая, дополнительная субботняя душа. Поскольку в празднике эти дополнительные душевные силы не даруются, необходимости в этой детали ритуала нет. Конец сноски Праздники довольно часто выпадают на пятницу, субботу или воскресенье. Во всех этих случаях в законах происходят определенные изменения, связанные с необходимостью учитывать особую святость субботы. Когда праздник выпадает на субботу, изменения в молитве минимальны. Произносят праздничники душ, совершают праздничное богослужение. Сноска Праздничное богослужение отличается от будничного и субботнего прежде всего текстом молитвы Амида. Конец сноски Читают праздничный раздел Торы, однако при этом упоминают и о субботе. И, разумеется, святость субботы не уменьшается из-за того, что на нее выпал праздник. Поэтому в такой день в силе все субботние запреты, включая запрет пользоваться огнем, варить и печь. Если праздник пришелся на воскресенье, разница только в том, что всю подготовку к празднику нужно закончить в пятницу, до начала субботы. На исходе субботы, в вечерней молитве, мы произносим, как гавдалу, своего рода прощание с субботой, так и тексты, посвященные святости наступающего дня. Эти благословения произносят в особом порядке, поэтому текст молитвы выглядит сложнее, чем обычно. Наконец, если праздник выпадает на пятницу, все происходит, как в другие дни, за одним исключением. До начала праздника нужно не забыть сделать смешение кушаний и руфтовшелин. Этот обряд заключается в приготовлении символического субботнего кушания уже в канун праздника, с тем, чтобы можно было продолжать подобные действия в сам праздничный день. Другие виды подготовки, например, зажигание субботних свечей, также становятся разрешенными. И руфтовшелин делают так. Берут хлеб, обычно хал, и какое-либо кушание, мясное, рыдное или просто вареное яйцо, и произносят благословение, который осветил нас своими заповедями и повелел нам исполнять заповедь и руфа. После этого произносят следующую декларацию на арамейском, как обычно приведено в молитвеннике или на любом другом языке. Благодаря этому и руфу да будет позволено нам печь, варить, укутывать еду, чтобы не остывало, зажигать огонь и делать в праздник все необходимое для субботы. Нужно следить, чтобы не съесть этот хлеб и кушание в праздник, поскольку в этом случае руф становится недействительным. Согласно букве закона, их можно не есть вообще, однако принято подавать их во время одной из субботних трапез, чтобы использовать ради заповеди. Гавдалу на исходе праздника в этом случае не делают, поскольку уже началась суббота, обладающая большей святостью. Праздники Песах и Суккот длятся в Израиле семь дней, а в диаспоре восемь. Почему? Об этом мы скажем ниже. Однако статус полноценного праздника Йом-Тов имеют не все эти дни, но только первый и последний. В диаспоре два первых и два последних. Со времен Мишны остальные промежуточные дни называются буднями праздника Холь-Амуэд. Название свидетельствует о «компромиссном» в кавычках характере этих дней, считающихся одновременно священными и будничными. Будни праздников не отличаются от самих праздников в том, что касается специфических заповедей этих дней. Сноска. Например, запрета есть квасное в Песах или заповеди сидеть в суке, в Суккот. Конец сноски. Однако запрет делать какие-либо работы на них распространяется не в полной мере. Устанавливая правила, регулирующие поведение евреев в будни праздника, мудрецы постановили, что работать, а вот да, в эти дни можно не больше, чем необходимо, чтобы избежать значительного ущерба. Термин «авода» относится к действиям ради заработка, а не к «творческим» в кавычках актам, как термин «малаха». Возделывание сада, например, считается работой, и в будни праздников это запрещено, за исключением тех случаев, когда растения могут погибнуть. Довольно трудно объяснить в этом контексте, что разрешено, а что запрещено, поскольку обычаи, связанные с буднями праздника, были разными в разных общинах, в разное время и у разных людей и семей. Траур в будни праздников, так же, как в субботу и сами праздники, не соблюдается. Богослужение включает олень и муссов, однако о меду читают будничную со специальной праздничной вставкой в одном из благословений. В будни праздника не принято писать или же в случае необходимости делать это не так, как обычно. Это не касается тех случаев, когда подобное устражение может привести к серьезному ущербу, психологическому или денежному. Аналогичным образом в эти дни стараются не стричься и не бриться. Некоторые современные религиозные авторитеты разрешают бритье, однако правомерность и необходимость этого решения вызывают споры. В целом, по отношению к будним дням, в наше время наблюдается тенденция к значительному облегчению, не всегда оправданная буквой закона. Все праздники, установленные Торой, однодневные. Однако уже в древние времена в стране Израиля и Диаспоре их отмечали по-разному, соответственно, один и два дня. Из этого правила есть два исключения. Рошешена отмечают два дня и в Израиле и в Диаспоре, а Йом-Кипур один. Удвоение праздника было связано с опасением, что сообщение об освящении нового месяца в Иерусалиме, с помощью которого в древности поддерживалось единообразие еврейского календаря во всех местах проживания евреев, придет в общины диаспоры с опозданием. Однако, даже после того, как еврейский календарь был рассчитан и опубликован, мудрецы настояли, чтобы в диаспоре праздники все равно удваивались, во-первых, из уважения к многовековой традиции, а во-вторых, из опасения того, что в будущем, возможно, нам снова придется устанавливать календарь, следя за появлением молодой луны. Сноска решение, в какой день начинается новый еврейский месяц, принимал специальный суд в Иерусалиме на основании показаний свидетелей, видевших на небе новый месяц. При заходе солнца на исходе двадцать девятого дня месяца наблюдатели следили, наблюдатели следили, появится ли новая луна. Свидетели должны были явиться в суд и заявить об этом. Убедившись в правомощности и надежности показаний, суд провозглашал «освещен», что означало, что предыдущий месяц состоял из двадцати девяти дней новый месяц освещен, а текущий день первый день нового месяца, новомесячье. Если же сообщений о луне не было, то предыдущий месяц полный, тридцать дней. Рошашно — единственный праздник, выпадающий на начало месяца, первая Тишрея, поэтому его празднуют два дня даже в Израиле. Йом-Кипур всюду празднует один день, поскольку сухой пост двое суток подряд опасен для здоровья. Конец сноски В наши дни между первым и вторым днями праздника практически нет никакой разницы. Все различия сводятся к тому, что в эти дни в синагогах читают разные фрагменты Торы. Кроме того, в чрезвычайных обстоятельствах, когда в первый день праздника кто-то умер, его можно похоронить на второй день. Впрочем, это очень сложно и проблематично на практике. Со вторым днем праздника в наши дни связана другая серьезная проблема, возникающая, когда израильтянин уезжает за границу или евреи, живущие в диаспоре, ненадолго приезжают в Израиль. Согласно общему правилу, в этих случаях человек должен поступать в зависимости от того, где он собирается жить постоянно. Однако, в еврейском праве есть множество споров относительно того, что считается постоянным местом жительства и от чего это зависит, только от намерений или же и от объективных факторов. Религиозные авторитеты так и не пришли на этот счет к единому мнению, поэтому в каждом конкретном случае перед поездкой лучше всего посоветоваться с раввином, которому человек доверяет, или же с местным религиозным авторитетом. Нередко бывает, что незначительное изменение в исходных данных имеет огромное значение с точки зрения закона. Поэтому пользоваться обобщениями или полагаться на решение, принятое в похожем случае, не слишком надежно. День после каждого из трех праздников паломничества называют Исрухаг, привязанный к празднику. В этот день мы как бы прощаемся с праздником. Исрухаг присущ некий элемент праздничности, что находит выражение в законах, касающихся траура. Кроме того, в этот день принято добавлять к трапезе одно праздничное блюдо. Сноска. Цитата. Сказал Раби Ирмия, всякого умножающего радость праздника и опоясывающего его связкой еды и питья уподобляет писание тому, кто отстроил жертвенник и вознес на нем жертву. Как сказано, всесильный Господь дарует нам свет. Ведите же спутанную скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника. Таилим 119-27 Конец цитаты. Конец сноски. Редактор субтитров Корректор КОНЕЦ